Израиль провоцирует Иран. Джалаль Садатин. Арман Даилы. Иран. 2 мая 2018 года. Последняя провокация Тель-Авива в Сирии и его недавние атаки на сирийские военные базы свидетельствуют о том, что в целях противостояния региональному влиянию Тегерана сионистский режим провоцирует его применить ответные меры. На Израиле лежит главная ответственность за разжигание войны в регионе и он же подстрекает Саудовскую Аравию враждовать с Ираном. Израиль поощряет амбиции судитов, убеждая их в том, что в случае ослабления Ирана, Эр-Риад получит абсолютную власть в регионе. Таким образом, сионистско-израильское лобби разжигает войну на Ближнем Востоке. Проводя эту политику, Тель-Авив плетет массу интриг. Так, при помощи Саудовской Аравии он сформировал ИГИЛ, но добился совершенно противоположного результата. ИГИЛ, террористическая организация, запрещенная на территории России, РИЭК полностью дискредитировала Саудовскую Аравию, так что та была вынуждена капитулировать. Сначала Израиль вознамерился поддержать курдскую автономию и тем самым покончить с влиянием Ирана среди курдов, но региональные государства пресекли попытки этого заговора. Тогда Израиль при помощи Саудовской Аравии попытался сфабриковать обвинения против Ирана в связи с отставкой ливанского премьер-министра Саада Харири, чтобы добиться ареста его сторонников вместе с Хизбаллой и за счет втягивания этой партии во внутренний конфликт положить конец иранскому влиянию в Ливане. Однако этот заговор удалось раскрыть благодаря вмешательству генсека Хизбаллы Хасана Насралы и президента Ливана. США стремятся извлечь для себя максимальную выгоду из регионального кризиса и даже объявили Саудовской Аравией, что если та желает остаться в Сирии, то должна сама обеспечить связанные с этим расходы. Одним словом, Телявев заранее просчитал все свои действия и старается использовать в свою пользу ту ситуацию, которая сложилась в регионе. США также ищут свою выгоду в остром политическом соперничестве. Если Соединенные Штаты начнут военные действия, это положит начало открытому противостоянию с Россией. В связи с этим американцы предпочитают действовать весьма осторожно, но израильтяне ищут подходящий повод, чтобы все-таки втянуть их в войну.